Всем привет! Сегодня я хотел бы поделиться своими методами, на что я любошел карпа. Метод номер один. Пелец. Бывалые рыбаки знают, что пелец это одно из лучших, что берет кальп. Карп воняет, но здесь есть еще один маленький секрет, который я применяю. Все знают, что пелец в теплой воде быстро тает, в зависимости от температуры воды. 2-3-4 часа, и не всегда угадаешь, когда он уже растаял. Поэтому тут один маленький, но эффективный секретик. Я беру зубочистки и затыкаю отверстие с обоих сторон. И поверьте мне, эффективность пелеца в воде увеличивается многократно. Второй метод, на мой взгляд, более эффективнее, чем пелец, это так называемый собачий корм, фролекс. По-немецки, гундфутер. Для этого я несколько килограмм откладываю и засушиваю до состояния камня. Вот это сухой, а вот это свежий, есть разница. Но им можно пользоваться не везде. У нас в Баварии, например, нельзя. Поэтому я рыбачиваю там, где можно. Большой лещ, любая рыба на него берет, очень эффективный. Преимущества. Он держится в воде дольше, чем пелец. Пелец быстрее тает. Как одевать его? Для тех, кто вяжет крючки сам, значит, надо делать подлиннее петлю, чтобы его одеть. Кто покупает, вот как это покупной, я беру шнур и привязываю петельку дополнительную. Как его одевать? Просовываешь в отверстие. Теперь заводим вот сюда, в это отверстие. Просовываем еще раз. И вот, ну, можно немножко подмотать. Тут уже от каждого, как кто хочет. Вот у нас получается вот такое. Для большей эффективности я беру свежий. Опять же, кто сколько хочет. Пять, шесть, семь, восемь. Беру быстро растворимую нить. Продеваю. Продеваю. Вешаю на крючок. Заматываю так, чтобы при забросе он не слетел. Что у нас получается при забросе? Раз. Эта нить растаивает. И у нас получается пятно с этих свежих вокруг основного. Вокруг основного. Основной у нас не тает. Свежий начинает тает, образует пятно. Карп отходит, начинает пятно собирать и обязательно возьмет его. Также вы можете вот этот, как я показал, на пелец делать вокруг. Но, опять же, все равно есть недостатки, потому что рано или поздно он тает, и карпец его сосет, он его возьмет. Особенно ночью, вы не знаете, есть он еще на крючке или его уже нет. Поэтому, в следующем сюжете я покажу, я сочетал, делаю бойли, где я сочетаю пелец, гунтфутер, все сразу. И получается очень эффективный бойли. Я перепробовал много разных бойлей. Сладкие, кислые, горькие. Но самое эффективное на карпа это вот пелец, гунтфутер. Ну и само это вот эти бойли, которые я буду сейчас делать и вам покажу. Еще один маленький секрет. Я открою свой. Мои дети ходили в кино, купили попкорн. Принесли домой остатки, жена хотела выбросить. Я говорю, да, заберу на рыбалку. Приезжаю на рыбалку, сидел один местный, хороший знакомый. Место было хорошо прикормленное. Стояла жаркая летняя погода днем. Я говорю, что клюет, он говорит, ни одной поклевки. Я подумал, подумал, много разных вариантов. Я говорю, сейчас я попробую. Беру этот попкорн. На донку. Кормушка внизу. А он поднимается наверх. И буквально за час, ну, место было очень хорошо прикормленное. Буквально за час я ловлю 7-8 карпов. Ну, я их отпускал, естественно. Немец долго наблюдал за мной местный. Долго смеялся. Сказал, если я расскажу своим друзьям, они не поверят, что такой способ ловли вообще возможен. Ну, вот, раз, два, три, четыре маленьких секрета. В следующем я сейчас начну делать бойли, которые очень эффективные и уловистые. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok